Приветствую вас, и для начала давайте попробуем с вами подумать так. Смысл жизни у вас утерян потому, что вы переживаете по поводу того, что произошло в вашей жизни ранее. Ранее у вас был определенный негативный опыт, который по какой-то причине привел к кризису вашей жизни. Вы стали чувствовать, что ничего не получается, стали разочаровываться в жизни и из-за этого оказались, собственно говоря, в таком состоянии. Когда имеет место быть повышенная меланхоличность, слепливость и так далее. Чтобы начать новую жизнь, чтобы возродить интерес жизни, убрать меланхолию и слепливость, требуется в обязательном порядке для начала переосознать, переосмыслить опыт, который с вами произошел. Вот, это тот опыт, который у вас уже есть. Для осмыслить все те обстоятельства прошлого, которые с вами происходили. В которых вы оказались субъектом, в которых вы были. И вы знаете, вот, прежде чем говорить о чем-то таком, ну, в дальнейшем, да, мне бы хотелось сказать вам следующее. Когда человек находится в определенной ситуации, когда человек стоит перед определенным выбором в своей жизни, у него, как правило, есть четкое ощущение того, что выбора, выбора в том, как ему поступать, что ему делать, у него нет. Потому что решение представляется человеком единственно верным, как правило, в ситуации. И другого решения попросту не существует. Другого решения попросту нет для человека, находящегося в определенной ситуации. И человек, принимая это решение, он совершает свой выбор, а дальше он получает последствия этого своего выбора. И последствия этого выбора, сами по себе, в силу своего наличия, лишь только, Старый человек, уже вне той ситуации, в которой он был, когда принимал решение. И находясь вне ее, то есть не являясь уже субъектом этой ситуации, а являясь скорее наблюдателем, причем наблюдателем пассивным, потому что вы можете только смотреть на то, к чему привели ваши действия. Оказывается, в этом положении человек понимает, что он мог бы поступить совсем по-другому, и из-за этого возникает сожаление о том, что он так не поступил. И вот в этом заключается главный парадокс. Парадокс выбора, когда человек, находясь в определенной ситуации, и принимая соответствующее решение, после того, как оказывается вне ее, рассчитает и думает, что решение нужно было принимать другое. На самом деле, это иллюзия, иллюзия выбора, и в действительности никакого из другого выбора, в этой ситуации, в которой вы были, вы принять и совершить не могли. Да, когда вы оказались вне, вам кажется, что можно было поступить по-другому, но только заметим, когда вы поменяли свое положение, свою позицию по отношению к ситуации, и когда вы смогли сменить на нее со стороны. А когда вы находились в ней, когда вы находились в прошлом решении, внутри нее, не было другого выбора. И именно поэтому вы принимали то решение, которое оказалось вам наиболее верным. Это ключ, это средство для решения той проблемы, которую вы пишете. То есть, по сути, это ключ к решению того проблемного момента, из-за которого у вас утрачен интерес к дефицине, присутствует мелохолия и постоянная слезливость. Если вы для себя этот момент примете, перестанете себя жалеть, учтете ошибки, которые совершили, перестанете винить себя в том, что вы где-то как-то поступили неправильно, поверьте, где-то как-то неправильно поступают все люди, вне зависимости от того, чем они занимаются, где и как живут. И обогащенное опытом, обогащенное новым знанием, обогащенное новой мудростью, вы будете двигаться дальше, не совершая тех же самых ошибок. На самом деле, ситуации, в которых человек оказывается, ситуации, в которых нужно сделать выбор, они имеют достаточно много, но конечное количество обобщающих признаков. У каждой ситуации есть свой признак. То есть, есть тип, типовая ситуация. И вот, тот тип ситуации, в которых были вы, и которые привели к вашему настоящему состоянию, теперь вам известно, и в этом типе ситуации вы не будете поступать так, как вы поступали ранее. Потому что знаете, к чему это приведет. В этом заключается парадокс. Не знаю, к чему приведет наш выбор, нельзя считать, правильный он был или нет. А когда он приходит, когда приходят последствия нашего выбора, нам, кажется, мы всегда это знали, и мы смотрим назад, в прошлое, уже в святом последствии. Но ведь на момент принятия решения о последствиях никто не знал. В этом заключается парадокс. И сложность принятия этого факта, этого феномена, в этом заключается, чтобы отойти от влияния на нас этих самых последствий. Отойти от, по сути, такой фразы, как «Я должен был знать» или «Я должна была знать». Вы не могли знать. Человек не может знать всех последствий. и предвидеть он точно не может. Поэтому это первое, что вам нужно сделать. Ну а дальше, 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 по сути дела, работа с последствиями вашего кризиса. Это может быть неуверенность в себе, комплексы, может быть, какие-то страхи. устранить их. Мы можем дать вам возможность без опаски глядеть в прошлое. Без опаски смотреть в будущее и без опаски прислушиваться к себе. Именно вас, внутри вас, есть тот самый интерес к жизни, который вы ищете. Но этот интерес к жизни, он будет уже немножечко другим сейчас. Потому что вы изменились, вы стали другой, вы получили какой-то опыт, поменялись ваши ценности, ваши взгляды на что-то, вы переживали, вы испытывали критические переживания. Это те переживания, которые меняют взгляды человека на определенные вещи. И поэтому тот интерес к жизни, который был у вас раньше, он уже не вернется. Но будет другой интерес. Будут другие цели и другие взгляды. Будет все другое. Нужно быть просто готовым к этому. То есть не гнаться за прочным, не пытаться восстановить тот интерес к жизни, который был ранее, а на преде будешь и принимать любые проявления жизни, любые проявления вашей активности как истинные, правительные и справедливые. Таким образом вы сможете избежать ошибки, когда человек получает какие-то знаки извне, ну то есть чувствуя, например, что вот он хочет заниматься чем-то, но не занимается этим, потому что считает висели, что ему нужно восстанавливать именно тот самый интерес, который был раньше. Это неправильно, я надеюсь, вы это понимаете. Вот именно так вам и нужно поступать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.